Здравствуйте! Вы ищите репетитора. Вопрос, какой должен быть репетитор? В первую очередь знающий, это автоматом. Второе требование, это чтобы была психологическая совместимость. То есть, если ученик такой нежный, ранимый, а преподаватель его угонит по черному, по учебнику, то это неправильно. Надо давать материал разумно объясненным и, соответственно, дополнять эмоциональной поддержкой. То есть, можно сказать, что репетитор не только тренер, который накачивает, это как в раздевалку перед каждым матчем заходит, тренирует, вы выиграетесь, страна вас ждет. Плюс болельщик. А я, как репетитор английского, верю, что вы выучите английский. Вы боитесь английского языка. Это ваш психологический зажим. Скажите по-английски. I am not afraid to learn English. Я не боюсь выучить английский. Why? Почему? Because I am brave. Потому что я храбрый. Это вы храбрые. And еще вы скажете. I have an excellent teacher. У меня есть замечательный учитель. Вот этот excellent teacher, это я. Мои достоинства. Я носитель английского языка. Я native speaker. Мне нравится применять на уроке такую формулировку. Предложение по-русски, предложение по-английски, чтобы ученик с легкостью переключался с русского на английский. А то я обратила внимание, если задавать серию вопросов по-русски, а потом резко задать по-английски, то некоторые ученики теряются. С легкостью достичь автоматизма это получается. Причем непосредственной практикой. В английском языке есть четыре части. Первая это pronunciation. Акцент надо убрать. Акценты убираются, просто надо знать, куда ставить язык. Допустим, в китайском языке нету слова Алеша, и китайец скажет Ареша. Если сказать китайцу, что язык можно подвернуть на лу, то он скажет Алеша. Алеша, а следующее, ридинг, надо читать. Читать надо много, и тогда у вас будут готовые обороты, грамматические и нужный словарный запас. То есть у вас будет мысль сходу, автоматом, вы даже думать не надо будет. Будет абсолютная легкость и свобода, поверьте. А следующее, грамматика. Да, это самое страшное и самое скучное. Не надо учить грамматику на 100%. А понимание грамматики на 80% это нормальный показатель. Если вы будете пытаться там грамматику перештудировать, то вы дойдете до ручки. То есть смотрите, в любом английском предложении обычно есть глагол. Вот написано, it rains, дождит. Зачем спереди стоит it? Оно дождит. Ну зачем? По-русски можно сказать просто дождит, правильно? Но it, оно стоит для благозвучия. А если сказать it is raining now, зачем? Сзади стоит now. Оно указывает, что прямо сейчас. Вот эти грамматические обороты надо выучить в первую очередь. И последний вопрос. Speaking. Это говорение. Вы должны говорить очень легко и находчиво. Это достигается чтением книжек. Плюс я рекомендую аудиокнижки. То есть они за пару тренируют listening. Listening это восприятие на слух. Вам кажется, что английский язык, это собрали всех тех людей, которые умеют читать скороговорки и всех рэперов и научили говорить по-английски. Это не так. Обратите внимание, по-русски надо сказать здравствуйте, но мы говорим здрасте. То есть половина слогов зажевывается. Уши можно поставить в таком же плане, как и поставить голос. То есть надо слушать аудиопленки по пять раз каждую, тогда ваши уши натренируются. Еще я обещаю. За три месяца вы разговоритесь, то есть вы не будете стесняться говорить. За шесть вы будете внятно, хорошо говорить с уровнем Fluent Advanced. Многие из вас имеют уровень Intermediate. Я обещаю за три месяца вас поднять еще выше. Я успешный преподаватель, а школьная учительница это несчастное, забитое существо, которое живет от получки до получки. А вы гляньте на школьного учителя. У него же вид затуркан и несчастный. С кем поведешься, от того и наберешься. Мои бонусы как преподавателя, что у меня хорошее настроение, и за словом в карман я не лезу. Я люблю учить увлекательно, позитивно. Я не хочу, чтобы ученик был в хронической депрессии от грамматики. То есть расслабьтесь и закажите бесплатный демо-урок по скайпу Smart Teacher 197. Это мой ник. И вообще, take it easy. Воспринимайте жизнь легко. Теперь вы скажете, I have a dream. Это значит, у меня есть мечта. Сейчас у вас мечта выучить английский. Повторим фразу сходу. I have a dream to learn English. Я очень хороший учитель. Я просто не знаю, как себя похвалить, чтобы понравиться вам. Я за свои слова отвечаю, и вы выучите английский за полгода. Всего наилучшего и goodbye.